Я приветствую вас с берегов теплого Босфора. У меня случился неожиданный отпуск, так что немножко наше расписание поменяется. Но тем, кто уже возликовал от того, что я уехал из России, отвечу в рифму «не дождетесь». Продлится это недолго, пару недель, и я вернусь обратно в Уфу. Но мы постараемся вести наши выпуски и отсюда, из гостеприимной Турции. Так что ставьте лайки, комментируйте, все как обычно. Единственное, что будет изменено в нашем расписании, это то, что мы, наверное, завтра не сможем провести стрим, потому что интернет-соединение здесь достаточно слабое, и у нас не получится устойчивого приема. Традиционно мы обсуждаем то, о чем помалкивает башкирское телевидение и вообще башкирские СМИ. И вот на этой неделе это то, о чем молчит БСТ. В первую очередь скандал с контрактом на ликвидацию двух свалок в Сибае и в Стерлитамаке. ФАС, Федеральная антимонопольная служба, отменяет контракт на целый миллиард четыреста миллионов, который чуть было не достался одной из московских компаний на ликвидацию этих свалок. Причиной этой отмены явилось то, что компания, как будто бы победившая на конкурсе, предоставила не вполне достоверные сведения о своей деятельности, в которых усомнился ФАС и, как выяснилось, небезосновательно. У меня в связи с чем, в связи с этим всем, есть несколько вопросов. Первое. Министерство экологии и природопользования Республики Башкортостан безропотно согласилось на все те не вполне, как выяснилось, достоверные документы, которые предоставила эта компания. У меня теперь вопрос к нашему министерству. Они некомпетентны или это все-таки признаки коррупции? Им эти документы вполне себе понравились. Они заключили контракт. И только ФАС уберег наш бюджет от расходования его на этот контракт, который, по мнению ФАС, судя по всему, заключен с нарушениями и мог повлечь за собой неправильное исполнение контракта. Напоминаю, 1 миллиард 400 миллионов рублей, не 3 копейки, попытался пустить по ветру наш министр экологии и все его министерство. Вот интересные механизмы. Хорошо, ФАС отменил, молодцы. Как говорится, предотвратили беду. Но, может быть, надо кого-то за это наказывать, кто попытался вот этот миллиард 400 миллионов пустить по ветру. Вот это интересно. Почему-то эти вопросы не задаются ни министру вот этому нашему хорошо кормленному экологии, ни его аппарату, кто этот контракт готовил, ни тем, кто эти конкурсные процедуры проводил. Вот в этом бы направлении поработать бы. Минувшая неделя, конечно же, была окрашена новостью о отставке министра транспорта и дорожного строительства господина Булышева. До самого конца недели так и не прояснились обстоятельства его ухода. Нам пока непонятно, зачем его возили в суд и какую санкцию ему там избрали. Насколько мне на данный момент известно, он все еще на свободе, но, видимо, имеет какие-то ограничения. Очень важно не допустить исчезновения господина Булышева, как говорится, из зоны доступности для правоохранительных органов, потому что, судя по всему, вопросов к его ведомству и к его деятельности очень много. Мы пока не знаем, насколько господин Жульков, который также находится под следствием, и в отношении которого ведутся следственные действия, насколько господин Жульков, как говорят в народе, сдал команду, сдал Булышева и все его дела. Но для меня лично, например, нет никакого сомнения, что в тех делах, которые сейчас инкриминируются Жулькову и, возможно, будут инкриминированы Булышеву, задействовано целый коллектив людей. Хотя бы потому, что, например, то, что вменяется Жулькову, касается фирмы, которая ранее принадлежала самому Булышеву. Так что тут, как говорится, сколько веревочке не виться, конец будет. Очень любопытно узнать, когда уже, наконец, господин Булышев станет полноценным фигурантом уголовного дела. Минувшая неделя прошла под эгидой формирования и принятия бюджета Республики Башкортостан на 2023 год. Наблюдатели обратили внимание на то, как остервенело Радий Хабиров добивался от Госсобрания принятия этого бюджета и добивался того, чтобы депутаты Госсобрания в минимальной степени меняли те статьи бюджета, которые сформировало, по сути, правительство Хабирова. Но злые языки, конечно, все это связали с тем, что все значительно проще. И здесь вовсе не государственные интересы преследуют ради Хабиров. А суть в том, что одна из статей расходов в этом бюджете прописанная, это статья расходов на личную канализацию ради Фаритовича. И в 2023 году бюджет предполагает потратить на водоотведение и канализацию ради Хабирова в его имении 5 миллионов рублей. Мы понимаем, что вокруг кризис, денег стало мало, и Хабирову в этот раз достанется всего 5 миллионов рублей на его личную канализацию, тогда как в истекающем 2022 году бюджет республики Башкортостан потратил на канализацию ради Хабирова 9 миллионов рублей. Ну, вы понимаете, да? Надо, конечно, быть обеспокоенным. Такие суммы, которые многие граждане вообще не зарабатывают не то, что за год, а даже за два, только эти деньги уходят на чистоту и порядок в унитазе и в раковине дорогого ради Фаритовича дома. Как говорится, если хотите простое объяснение, то вот оно вам есть, да? Зачем ради Хабиров так остервенело защищал проект бюджета в госсобрании? На минувшей неделе продолжился квест борьбы ради Хабирова и бывшего главы Яглинского района Решата Исхакова. Ну, пожалуй, уже года 2-3, наверное, сражается глава республики Башкортостан с бывшим чиновником Исхаковым, пытаясь отобрать то ли себе, то ли в государственную собственность те земли, которые на данный момент формально и де юра находятся в собственности семьи Исхаковых. В этот раз, ну, много у Радия Фаритовича подрядчиков в этой войне, но в этот раз, значит, речь зайдет о Ильдаре Исангулове, который активно борется с Решатом Исхаковым. Что-то мне подсказывает, что не без благоволения главы региона. И, в общем, на этой неделе Решат Исхаков подал в суд на Исангулово и на Руслана Валеева, потому что в эфире именно передачи и канала Валеева вышла вот эта вот история, в которой участвовал Исангулов. В общем, в суд Исхаков подал с требованием признать клеветническими недостоверными данные, которые были изложены в отношении него в этой передаче. Также Исхаков требует 10 миллионов рублей компенсации с Исангулово, а с Руслана Валеева, который сейчас на данный момент вообще находится не в пределах Российской Федерации, с него он требует всего лишь опровержения. Честно говоря, я наблюдаю за этой историей со стороны. Вот эта вот борьба бобра с козлом и натягивание совы на глобус в качестве как бы достижения какой-то справедливости в отношении чиновника Исхакова, оно меня забавляет в том смысле, что подобных людей у нас довольно много. Исхаков, все вот эти вот процессы, которые оспариваются там Исангуловым, некоторыми другими подрядчиками ради Хабирова, так вот эти процессы все происходили тогда, когда ради Хабирова был главой администрации у Муртазы Рахимова. Вот это особенно смешно, потому что, по сути, тогда, когда Хабиров был тут не последним, а по-настоящему вторым человеком в республике, именно тогда Исхаков и получил собственность эти земли. Я никоим образом не обсуждаю законность или незаконность владения этими землями господина Исхакова, но заостряю внимание на том, что, по сути, именно в бытность Хабирова одним из руководителей республики Исхаков приобрел эти земли. А теперь Хабиров, как бы, вернувшись, перекувыркнувшись, значит, пытается вернуть куда-то эти земли там то ли в свою собственность, то ли в собственность республики. В общем, наблюдаем дальше, посмотрим, как суд отреагирует на иск Исхакова, потому что это всего лишь только иск пока, и судебное разбирательство у нас впереди, но, согласитесь, это довольно забавно. Наверное, будет не лишним напомнить о том, что с 1 декабря ужесточилось законодательство Российской Федерации в отношении всевозможного упоминания даже о специальной военной операции, что там как происходит, куда что движется, куда втягивается и куда оттягивается. По сути, вот этот приказ ФСБ, который вступил в силу с 1 декабря, ну, практически полностью запрещает любое упоминание событий, связанных со специальной военной операцией. Если формально подходить к тексту этого приказа, то, ну, вот, в принципе, любое упоминание, я уже не говорю там о каких-то суперсекретных стратегических данных, там, нахождении войск, там, численности, наименовании количества вооружения, это, понятно, как бы, наверное, военная тайна, ну, по сути, вот этот вот приказ ФСБ нам запрещает, в принципе, обсуждать в какой-либо форме, судя по всему, даже в превосходной форме, любые события, связанные вот с этой специальной военной операцией. Ну, что мы можем теперь на это ответить? Наверное, нам нельзя что-то теперь говорить, но чувствовать последствия всей этой истории мы, безусловно, будем все. И ощущать это будем, как бы, не побоюсь этого слова, на собственной шкуре. То, что происходит с нами в результате этого всего, это на ценниках магазина отразится, это на общем нашем состоянии экономики и так далее, и так далее. То есть избежать, в принципе, понимания, что происходит, наверное, не удастся. Это довольно жалкая попытка заткнуть всем рты, запугать, испугать, значит, и насторожить, но, как говорится, мы живем там, где живем, и будем действовать согласно той данности, которую мы имеем. Собственно, о чем я так долго вступаю в тему, я все-таки упомяну одного из героев этой специальной военной операции, я говорю о нашем незабвенном вице-премьере Азате-солдате Барданове, который отправился на специальную военную операцию, и там, значит, чего-то как-то там геройствует. Помимо того, что он уже приступил к пиару, который он обещал вообще полностью исключить в своей боевой деятельности, помним, да, когда он уезжал, он нам говорил, что он не будет вести соцсети, он вообще не будет нигде быть, его никто там не увидит, потому что, знаете ли, там украфашисты следят за ним пристально и собираются его, значит, первым делом уничтожить. Но, тем не менее, это не помешало Азате-солдату выступить на центральном телевидении, на канале «Россия-24», дать интервью. Я не знаю, как теперь это будет трактоваться ФСБ, возможно, это тоже будет неким нарушением вот этого приказа об информации о специальной военной операции, но, тем не менее, Азате-солдат это интервью дал. Многие наблюдатели отметили, что интерьер и антураж, который его окружал, не очень, как бы, походил на какие-то боевые условия, потому что это был уютный светлый офис, из которого он вещал, который, ну, достаточно редко попадается, видимо, на передовой вот этих вот боевых действий. Но, тем не менее, как есть, так есть. Кроме всего прочего, в связи с героической деятельностью Азате-солдата, на минувшей неделе интернет был наполнен вот по-настоящему фейками о его гибели. Вот это сначала всех взбудоражило, потом все задумались, что такое, ну, везде там траурные портреты, значит, Азат Барданов погиб на специальной военной операции. Потом, естественно, сразу же вышло опровержение, его близкие друзья и товарищи из Совета по правам человека, значит, с яростью это опровергли. Я лично сразу не поверил в столь скоротечную карьеру, значит, этого героя и батыра, и у многих, в том числе у меня, закралось смутное предположение о том, что, а уж не часть ли это того же самого пиара, который, в общем-то, так и прет из этого Азата-солдата, вот эта вот новость о том, что его, значит, там героически умертвили на этой специальной военной операции. В общем, давайте не будем вестись на эти фейки. Если я вместе с нашими правоохранителями присоединяюсь к требованиям о том, чтобы прекратить это безобразие и публиковать вообще какую-либо информацию о Азате-солдате, вообще нам нужно про него забыть. Это самое лучшее, что мы можем сделать, это прекратить вообще его упоминать, и я вот лично возьму на себя смелость заявить, что я больше не буду рассказывать вам о Азате-солдате, ни плохих, ни хороших новостей. Как говорится, пускай покоятся с миром. Ну и еще немного об уехавших. Еще раз повторюсь, для тех, кто обрадовался моему отъезду, я действительно уехал всего лишь в отпуск, так что еще раз не дождетесь. Но я о других отъехавших, о Ростиславе Мурзагулове, который никак не может успокоиться, судя по всему, ощущая некий дефицит внимания вообще, к которому он очень сильно привык, на этой неделе Ростислав Равкатович выкинул совершенно уж какой-то возмутительный номер, написал заявление в Министерство юстиции Российской Федерации, обратился в суд с требованием признать его иноагентом. Вот, ну прямо раздирает ощущение неполноценности Ростислава Равкатовича, в том плане, что всех вокруг уже иноагентами признали, а его нет. Честно говоря, конечно, это выглядело очень смешно, и мне любопытна вот сейчас ситуация с нашим Минюстом. С одной стороны, он действительно в прямом эфире продемонстрировал документы о том, что он получает финансирование из-за рубежа. Он самый, что ни на есть иноагент и тра-та-та. Мы же понимаем, что статус иноагента – это вовсе не только признак получения иностранного финансирования, а в первую очередь это неугодность российской власти. Соответственно, Мурзагулов, который плоть от плоти российская власть, который всю жизнь кормился и поился от российской власти, никаким образом не может быть ее врагом. Ну, по сути своей не может быть. Он может что угодно говорить, в чем угодно каяться и клясться, но, тем не менее, сбросить с себя вот эту шкуру человека, который всегда служил этой власти, невозможно. И вот мне очень интересно, как сейчас поступит Минюст. Если он его признает иноагентом, ну, тогда это будет сигнал многим, тем, кто верой и правдой служил властям, что их тоже может не миновать чаша сия, и как бы их тоже могут репрессировать, по сути, хотя бы номинально. Но желательнее было бы, конечно, чтобы его не признали иноагентом. Вот для нас с вами, честных людей, которые понимают, что происходит, и кто такой на самом деле Мурзагулов. И еще я жду, когда же раскроются глаза у Михаила Борисовича Ходорковского, который, ну, вот, по каким-то причинам воспринял этого Мурзагулова как раз-таки как своего собственного соратника. Ну, посмотрим. Тут, как говорится, поживем-увидим. Традиционно мы проводили опрос на нашем телеграм-канале. Кстати говоря, те, кто не подписан на него, подпишитесь. Там действительно много интересного и больше даже, чем то, что есть у нас на YouTube-канале. И на этой неделе опрос был на тему, насколько пугает вас возврат в 90-е, которым вот пугают нас российские власти, то, дескать, если не Путин, то 90-е. Очень любопытные результаты. Я оцениваю нашу аудиторию как, ну, достаточно качественную, достаточно вдумчивую аудиторию взрослых людей. И, кстати говоря, этот опрос очень четко это подтвердил. В том смысле, что только 6% опрошенных заявили, что они не жили в 90-е, что они, условно говоря, настолько молоды, что не помнят и не были в то время еще на земле. И, соответственно, их всего 6%. Но меня удивило, что 41% из опрошенных – люди, которые опасаются возврата 90-х, и их страшит то, как это было устроено в России тогда. И они бы, пожалуй, что, видимо, согласны на то, чтобы сохранить нынешнее устройство Российской Федерации и не пожертвовать чем-то в ответ. Но 53% не боятся того, что называют вот этими страшными 90-ми наши СМИ и наша пропаганда. И, в принципе, я, наверное, присоединюсь к этим 53%, потому что любые перемены – это всегда какие-то потери, какие-то жертвы и какие-то уступки в отношении и собственного уровня жизни, и своих доходов, и еще чего-то. Но, как говорится, мы этим заплатим за то, что мы будем менять свою жизнь к лучшему. Потому что сейчас действительно назрел тот момент, когда какие-то перемены просто необходимы, и не какие-то, а очень важные, и бесплатно и безболезненно, конечно, они пройти не могут. Но то, что мы находимся в каком-то тупике и коллапсе, очевидно, не только для меня, но и, вот как говорят цифры, для 53% наших подписчиков телеграм-канала. Так что подключайтесь, подписывайтесь, ставьте лайки. Те из вас, кто могут помогать материально каналу, мы за это отдельно благодарны. Мы в каждом номере, в каждом выпуске нашего YouTube-канала, мы указываем наш расчетный счет. Это единственный способ, каким образом нам можно помочь материально. В общем, всем спасибо, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok